А это у нас красная водоросль морская, которая очень пахнет рыбкой, как написали, очень дорогой. А рыбка у нас что ест? Рыбка у нас ест водоросли, поэтому когда вы думаете, что вы любите рыбу, вы любите водоросли. Некоторые говорят, я ненавижу эти водоросли, они невкусные, я там читала отзывы, их невозможно пить. Потому что есть вот такая водоросль на сайте iHerbdalsy называется, или Dulce, это она же вот это является. Просто ее нету постоянно в наличии. Это водоросль красная, она содержит помимо йода, большого количества, хорошего количества йода, она содержит еще другие элементы. Но самое главное, что она выводит из организма ртуть очень хорошо. И вот эту красную водоросль мне пришлось заказать в капсулах, потому что в сухом виде там она есть, на iHerb ее нету в наличии. Ее советует Энтони Вильямс, очень много у него протоколов лечения всевозможных заболеваний. Через Детокс он рекомендует сельдерей пить, я уже сельдерей пью сырой, благо у нас стали в Украине его выращивать, когда он мне понадобился. Стал он продаваться очень по дешевой цене у нас в АТБ. Так что смотрите, ищите в своих АТБ магазинах, он стоит 20 гривен килограмм всего лишь, потому что я покупала импортный, там он стоит 40-50 в метрах, там в других магазинах. Его плохо наверное берут, а вот этот по 20 гривен я скупаю сразу всю партию, которая свежая приходит в АТБ, я беру, закладываю в холодильник и купила соковыжималку шнековую. И вот давлю соки, потому что очень хороший идет тоже Детокс организма, насыщение полезными витаминами, минералами и чистка организма от тяжелых металлов. Увлечиваются многие заболевания, особенно которые связаны с воспалительными процессами в организме, потому что такой вирус Эпштейн-Бара, который не ставится, как-то у нас не изучен, больше ставят уже наверное на Западе, в Америке тоже. Вот как раз хорошо тоже работает противовирусно вот эти водоросли все. Там есть Детокс такой от тяжелых металлов. Детокс от тяжелых металлов, в который входит рецепт от Энтони Уильяма, уникален он тем, что на сегодняшний день является самым эффективным и безопасным средством для выведения тяжелых металлов из организма. Состав смузи. 280 грамм дикой черники, 2 спелых банана, 1 большой пучок кинзы, 1 апельсин или сок апельсина, ну можно водой заменить, дистиллированной чистой водой. 1 чайная ложка порошка гавайской спирулины, 1 чайная ложка сока травы ячменя, 1 столовая ложка хлопья в водоросли ДАЛС. Ну вот спирулину, например, и ДАЛС я буду в таблетках пить, в капсулах, тогда не будет и портиться вкус, а смысл тот же. Даже 5 компонентов из списка будут работать на выведение тяжелых металлов. Черника, кинза, апельсин, бананы, спирулина. Проростки травы ячменя вытягивают тяжелые металлы из селезенки кишечника поджелудочной репродуктивной системы. Спирулина вытягивает тяжелые металлы из головного мозга, печени, центральной нервной системы. Кинза, кориандр проникают в глубокие места и выводят металлы, которые мы унаследовали от наших предков в процессе зачатия. Дикая черника выводит тяжелые металлы из головного мозга и залечивает ранки внутри тела от соприкосновения с тяжелыми металлами. Атлантические красные воды расследуются, очень эффективно выводят ртуть. В этот детокс входит черника, банан. Кстати, к бананам Энтони Вильямс очень хорошо относятся, они очень полезные. Нам промывают мозг, что бананы и овсянка очень вредны. Бананы тоже очень полезные. В этот детокс, получается, добавляется банан, апельсиновый сок он добавляет. Ну, это не обязательно, можно просто в воду. Черника дикая, ну, я купила чернику 2 килограмма большой пакет. И вот сейчас ее пока у меня не было возможности все собрать в кучу. Ну, как бы просто ее ела с кашей. Ну, вот буду делать вот такой детокс. Еще добавляется кинза, ну, сейчас у нас зима наступает, и какая кинза, ее не найдешь. Я заказала вот такой от тяжелых металлов детокс кинзу в каплях. Вот такую тоже. Это все по протоколу Энтони Вильяма. Если кинзу вот эту отдельно принимать, она, конечно, не справится. Но если вот все добавлять вместе, еще трава ячменя, тоже порошок я с Айхараб заказала, ячмень. Они тогда очень хорошо все вытягивают, каждый из определенного места. Но вот эта очень красная водоросль, она чем хороша? Она сцепляет очень хорошо в организме ртуть. А ртуть у нас мы получаем с прививками. Она передается по наследству. Если мама, например, не почистила организм или работала на вредном производстве каком-то, это ртуть и какие-то еще тяжелые металлы, то есть они попадают уже с молоком. Передача идет вот этими всеми микроорганизмами, паразитами. В общем, родители, если не готовятся, то они потом пусть не удивляются, почему аутизм и еще какие-то отклонения. Это все, кстати, лечится вот этим напитком, лечат детей. Это не просто так. Это уже целое идет движение. Посмотрите, в Бетте Сельдерея, Антони Уильям, есть книжки его. Особенно те, кто болеют аутизмом, их очень хорошо восстанавливают вот таким детоксом. Садят их на антиглютеновую диету, противоглютеновую. Тоже с глютеном там как бы не кричали, что это мода. Совершенно это не мода. Глютен очень... Он как это опиаты получается. Глютен работает. Он выводится очень долго, длительно, 2 года. Если, например, молочку вы бросите у вас чуть ли не за 5 дней, казеин выведется. Понятно, последствия молочного, такие как гормоны, которые вы получаете с молочкой. Молоко оставьте, пожалуйста, детям коровы, потому что нехорошо использовать животных в целях каких-то наркотических удовлетворений своих вкусов. Еда всего лишь нам нужна для того, чтобы получить какие-то компоненты для жизни, но никак для удовольствия. Молоко для жизни ничего не дает, только разрушает кости, выводит кальций, антибиотики, попадают всевозможные вирусы, бактерии. И заражение крови, которые корова там мастит ее, все вот эти гнои, все это попадает в молоко, очищательно это не очищается, нет возможности это все вычищать, очищать. Поэтому, используя молочные продукты, вы подвергаете себя и своих близких своими руками их убиваете. Надо уже все жестко говорить, потому что, если у вас какая-то зависимость, вы признаете, что вы наркоман, идите в какой-то клуб анонимных обжор, молокоедов, мясоедов. В общем, разбирайтесь со своими проблемами, но животное здесь ни при чем. В наших потребностях, которые, конечно, нам навязали, с детства вы прикармливаете детей какой-то едой, которая впоследствии станет наркотической и будет их медленно убивать. Создавать воспалительные процессы, делать их больными. Дети у веганов, они совершенно не имеют те заболевания, которые имеют дети всеядных людей. Еще один момент, сейчас уже массово люди отказываются от молока, потому что оно их убивает, у них всевозможные диагнозы, они узнают, начинают копать информацию, хотят спасти от рака, от Альцгеймера, себя и своих близких. Потому что накопление тяжелых металлов в мозгу, оно тоже вызывает в будущем, сначала вы чувствуете забытчивость какую-то, а потом у вас будет просто вот, это не наследственное совершенно, это накопительное заболевание Альцгеймера. Если вы говорите, у меня мама такая была, у вас просто с мамой были пищевые пристрастия одинаковые с папой. Поэтому просто вы ели одну и ту же еду, вели один и тот же образ жизни, повторяете те же ошибки, молитесь на это, поклоняетесь этим каким-то уставам, каким-то ритуалам ежедневным своим. А на самом деле получается так, что эти привычки и губят всех. Была информация уже, что в Америке крупная молочная компания объявила, о банкротстве. Из-за того, что люди массово отказываются от молочки, банкротятся компании. Вот крупная компания, которая, молочная компания, она сейчас объявила о банкротстве, она не может выплачивать 80% пенсии. В общем, остались люди, которые работали, поставляли, скажем так, этот яд, остались без пенсии, видимо. Ну, государство, наверное, как-то там тоже будет участвовать в этом, поможет людям. Вот, и это будет массово. Еще, конечно, массово я думаю, что сейчас будет выходить на рынок веганская продукция. Я, например, пользуюсь веганской продукцией от Вегетус. У нас в Украине есть крупный такой интернет-магазин, он в разных городах крупных есть. Ну, я в интернете заказываю. Они делают продукцию, как бы соевую, на пшенице там какие-то, там тоже колбасы там они делают. Я сою заказываю, крупы заказываю, иногда бывают всякие сосиски у них беру. Но я думаю, что уже входят какие-то американские компании, я думаю, что они будут подмешивать какую-то мертвичину по-любому. Поэтому в ближайшее время все-таки надо будет переходить на овощи полностью, никаких заменителей, там мяса не использовать в форме каких-то сосисок, колбасок. Потому что это тоже будет, ну, мы не верим, скажем так, что будет прям все. Они будут делать коммерцию, они будут делать вкусовые имитации есть. Ну, вот уже польские есть, возможно, там продукция такая, типа изображает там курицу или там мясо изображает. Ну, в общем, вот такие вот есть готовые уже полуфабрикаты. Ну, это тоже все. Это, кстати, может помочь переходу, но никак в будущем его нельзя будет использовать, потому что нет никакой гарантии, что они не будут подмешивать мертвичину. Как вот, например, сейчас вышла статья, что в прививках, я там, посмотрите, есть там раздел у меня, если на мою страницу в Ютьюбе зайти, сообщество, я публиковала там ссылочку на эту информацию, что в прививках обнаружили код типа человека. То есть, получается, в прививках есть ДНК человека. В 30-х годах там взяли какого-то больного ребенка с поломанным, там, даун, по-моему, даже он с поломанными хромосомами от матери алкоголички, и вывели эту вакцину. Не знаю, насколько это правда, но эта информация уже есть, и получается, что вот эта вакцина, она уже гуляет, там, чуть ли не 100 лет уже, и идет мутация, и поэтому еще сейчас, например, в Америке массово после прививок появляется аутизм. От аутизма многие страдают, даже те, которые сами прививки эти создавали, они страдают. Даже у президента Америки у него ребенок один пострадал от аутизма после прививки. Эти люди, они очень хорошо обследуются, они знают причинно-следственную связь, это вы придете. Если в больницу вам никогда не признают, что причинно-следственная связь с болезнью, как у взрослых, так и у детей, это прививки. Люди сами вот идут на заклание, сами соглашаются делать эти прививки. Ни в коем случае нельзя делать прививки, они содержат тяжелые металлы, эту же ртуть, которую нам потом надо будет выводить из мозга, платить большие деньги за добавки, делать детокс, чтобы выжить как-то. Потому что если в организме есть вирус Эпштейн-Бара, он, конечно, тоже дает очень многие заболевания и опухоли всевозможные тоже. Если есть в организме, надо тоже бороться, даже если он у вас не поставлен, в принципе, делать профилактические действия. Так что вот эта красно-морская водоросль, она будет вместе работать у меня с вот этими всеми препаратами. Я уже в предыдущих посылках показывала и заказывала порошок ячменя, ягоды у меня есть, черника. Ну, там можно банан добавить, можно воду добавить. Еще туда идет, еще идет не хлорелла, туда идет, а спирулина именно. Энтони Уильям, он советует именно спирулину использовать. Хлорелла, она слабее, видимо, или что. Ну, в общем, спирулина она как раз выходит, в общем, уже практика показала. Энтони Уильям, его рекомендациями используется медицина, хотя он к ней имеет такое косвенное, то есть он получает информацию свыше, скажем так, и медицина использует его методы. Еще 30 лет назад он пропагандировал детокс, в детстве он еще начал сельдереем людей поить, и сельдерей очень хорошо понижает, нормализует давление, если есть давление, и если есть какие-то суставные боли, вообще он боль хорошо снимает, поэтому его методика хороша. Да, ну, сок сельдерея желательно пить отдельно, а вот этот детокс, который от тяжелых металлов, он делается отдельно. Не знаю по срокам, но сколько сможете, столько делайте. Поэтому, если какие-то серьезные заболевания, то люди чувствуют облегчение сразу. Если есть какой-то аутизм, ну, это и есть заражение тяжелыми металлами, в мозге эта ртуть, видимо, отлаживается, еще в каких-то органах, поэтому идет вот такая заторможенность. Дети, которые отказываются от глютена, переходят на легкую растительную пищу. Я видела какой-то документальный фильм, там уже идет улучшение, даже если, ну, то есть убирают фастфуд, потому что дети, родители сами выросли на этом фастфуде, они не понимают, что причина-следственная связь – это еда. И, ну, вообще, в первую очередь, если вы заболели, то пересматривайте еду. Никакие таблетки, никакие врачи, в принципе, вам не помогут. Они вам это не скажут, они на медикаменты будут садить. Пересматривайте еду, ищите, что вы едите не так. Уже давно известно, что мясо, молоко всегда убирается при онкозаболевании. Это же онкологи многие это рекомендуют, но не все еще, конечно. Убирается белая мука, дрожжи, все, что кормит, кандиду убирается. И вот защелачивается максимально организм содой, травами, растениями. И еще, конечно же, в противоопухолевых всяких вещах серопептаза тоже. И в бензин, например, это вот два таких фермента, которые можно использовать, если есть серьезные какие-то заболевания и несерьезные тоже, которые есть доборокачественные опухоли, есть злокачественные. Чтобы их вывести с организма, нужно использовать вот такие препараты. С серопептазы и еще можно натокиназы добавить. Вот у меня в сборе, у меня вабензим закончился, запаздывает посылка. Сейчас я хочу рассказать о серопептазе и вабензиме. Вабензим у меня сейчас закончился, я жду в следующей посылке. Но я его принимала уже, одну банку пропила, до этого я другие пила. А ферменты, ну вабензим это самое, наверное, сильное и такое действенное из всех ферментов, что есть на iHerb и правильные дозировки здесь. Я еще об этом не рассказывала, у меня есть информация, хорошие отзывы, у меня хороший информационный обмен с моими подписчиками, я бывает что-то подсказываю, мне даже какие-то рекомендации дают. Мы делимся очень хорошо, взаимообмен у нас очень хороший. И вот недавно мне одна подписчица написала, что есть хорошие результаты у ее знакомой от серопептаза и вабензима, только надо принимать совершенно другие дозировки, чем рекомендуют. В Украине, например, давали ей дозировки, то есть тоже прописывали эти препараты. Там лечилось по-женски, бесплодие, спайки труб, всевозможные там, видимо, опухоли какие-то были, типа миом, но обязательно это если эстрогенозависимые заболевания, то будут мастопатии, опухоли, миомы, кисты всевозможные. То есть если у вас это все есть, то вы должны понимать причину. Причина это эстроген, вредный эстроген в организме, который плохо выводится, у вас, значит, повышен этот эстроген. И вот дозировки такие. В Украине давались дозировки маленькие, ну такие, как рекомендуется на упаковке. Как же надо пить, курс этот 6 месяцев будет, как же надо пить, принимать правильно серопептазу, чтобы она растворила вам опухоли, убрала кисты всевозможные и спайки. То есть в трубах непроходимость, если есть, тоже вот это помогает. Имеет рассасывающее действие. С серопептазы надо принимать большие дозировки. Ее надо принимать тысячами. Здесь в одной капсуле получается 120 единиц. И хотя бы надо 8 штук таких выпивать в день. Получится, если 8 штук, 960 единиц, получается, будет серопептазы. То есть серопептаза надо, чтобы это помогло пить не 2 капсулы, как рекомендуется, не 4 капсулы, а надо пить 8. Да, это дорогое лечение, но, по крайней мере, оно помогает избежать операций всевозможных, вмешательств, потерять органы, потерять матку, потерять еще какие-то органы, стать бесплодным, скастрированным, скажем так, что врачи очень сейчас любят делать. А в Америке она нашла какого-то специалиста, эта женщина, и вот у нее за 6 месяцев полностью сняты все диагнозы. И хорошие очень результаты по здоровью, и даже есть какие-то очень улучшения хорошие. Вот в Абензим принимается 3 таблетки, здесь рекомендуется 2-жды в день. Она сказала, что она пила 3 таблетки 3-жды в день. Вот принимаются эти ферменты для разжижения, скажем так, опухолей на пустой желудок. С едой не надо, потому что будут переваривать пищу они. В Абензим он вообще идет как для здоровья костей, у кого боли какие-то, там тоже помогают вот эти все ферменты, они на пустой желудок работают противовоспалительно, скажем так, противовоспалительный эффект. Так что делюсь с вами информацией такой сенсационной, очень хороший источник и хорошие результаты. Я до этого пила серепептазы, на такеназы, на такеназы я одну пью, потому что она может понижать давление, она хорошо разжижает кровь, у кого повышенное давление, пьют на такеназы очень хорошо. Это из НАТО, она делает соевых сброженных бобов, и уже было замечено давно, что очень хорошо действует на сердечно-засудистую систему. Хватит мне какое-то время, а там я еще докуплю, пропью. Я, конечно, уже несколько месяцев сижу на такой, скажем так, чистке, очищении. Это получается, как еще называется, жидкий скальпель. Все новообразования, которых вы знаете и не знаете, они в организме чистятся. И периодически для профилактики можно, конечно, наверное, и меньшей дозировки пить. Серепептаза – это тоже очень хорошее вещество. Из тутового слюны, из тутового шелкопряда было выделено это вещество. Обнаружили, что он хорошо растворяет кокон, но не трогает бабочку. И вот стали изучать и поняли, что он хорошо белковые структуры растворяет. Это как раз все опухоли в организме, все спайки, все кисты, все возможные аденомы, миомы, фибромиомы. Все эти мы-мы-мы, мама-ма, это все оно хорошо растворяет. Ну, конечно, еще нужна диета, и это делает, наверное, пустой желудок. Я люблю ферменты пить на ночь, ночью вставать и рано утром, потому что днем я не уверена, что у меня пустой желудок, потому что пища перерабатывается 4 часа, а мы, бывает, чаще едим, чем через 4 часа. Вот такая информация, я давно хотела ей поделиться, но ждала, пока придет серепептаза. Я думаю, что этот источник очень положительный, и со мной радостно поделились такой информацией, и я тоже буду так принимать. То есть серепептаза принимается 1000 единиц, вы можете найти серепептазу, если вы, например, в Америке находитесь, там есть и по 150, по-моему, единиц. Серепептаза есть и на Алиэкспрессе, я видела, но я не уверена за нее. Она должна все-таки быть в правильной оболочке, защитной такой кишечной оболочке, чтобы она растворялась в кишечнике, а не в желудке. Она пройдет в желудок и растворится в кишечнике, тогда будет противоопухолевый, вот такие вот капсулы, они всегда матовые, они не растворятся. Ну, в принципе, можно проверить, например, добавить в воду, она должна очень-очень долго растворяться, у нее должно быть время, чтобы из желудка попасть в кишечник. Так что серепептаза 1000 единиц, СПУ от этих принимается, здесь 120, например, в этой банке, это максимально, что я нашла, больше на Эхарбе нет. Я видела, что есть на каких-то других сайтах по 150 СПУ, тоже люди, видимо, принимают по назначению еще. Вабензим принимается 3 капсулы 3 раза в день, вабензим тоже есть в разных размерах, это как и серепептаза, я взяла 270 капсул, есть и больше. Вабензим, тут еще чем интересно, в нем содержится, вы можете, конечно, если вабензима нет возможности купить, вы можете взять и любые другие ферменты, но чтобы в них содержался трепсин и химотрепсин. Было обнаружено, что трепсин и химотрепсин, они как раз растворяют тоже очень хорошо опухоли, это обнаружил доктор, я уже рассказывала в других видео, что один доктор-стоматолог, у него поставили очень давно, еще тогда УЗИ даже не было, поставили ему рак поджелудочной железы, у него она была, было и так видно, даже на операцию не надо было делать, что она воспалена. Ну и как бы лечению не подлежит, даже не стали операцию делать, и он просто из-за того, что поджелудочная не функционировала, он стал пить ферменты и стал обнаруживать, что пока он их пьет, ему хорошо, когда перестает, ему хуже становится. И опухоль у него тоже рассосалась, и он стал изучать эту тему и нашел информацию, что да, были уже до него какие-то исследования, которые, как говорится, в библиотеках только остались и не использовались на практике. Именно содержание трепсина и химиотрепсина, а раньше это было, видимо, основной такой состав в ферментах, он как раз это и делает. Так что ферменты творят чудеса, главное их принимать, ну с едой вы принимаете, если у вас очень плохо пища перерабатывается, а если вы без еды, их на пустой желудок принимаете рано утром, там, поздно вечером, в общем, как-то распределяйте. Не знаю, серопептазу разобью на два раза, посмотрю, наверное, на два раза лучше разбить, дозировка большая. Ну серопептаза, кстати, на многих по-разному действует, она очень тоже хорошо растворяет вот эти оболочки вирусов, она противовирусная, и может, я видела, некоторым плохо становится от серопептаза, но это молодцы, кто пишут, что со временем это проходит, они, получается, пережидают этот момент и потом легче становится, потому что если есть какой-то воспалительный процесс или какой-то вирусы в организме какие-то, которые создают постоянный воспалительный процесс, они, когда погибают, у вас может начаться как гриппозное состояние, серопептаза это дает, я ее уже принимаю давно, у меня такого нет, я только биофильм, когда принимала, биопленка, тоже растворяющие биопленки, там тоже вещества, то было такое состояние, ну, один раз, а так я спокойно принимаю, ничего не чувствую. Так же на токиназа никак вроде на давление не действует, я ее пью, тоже не сильно она понижает, хотя у меня сейчас бывает заниженная, раньше была завышенная, сейчас у меня пониже стало давление, после того, как я яйца перестала есть молоко. Кстати, яйца, если у вас есть вирус Абштейнбара или вы подозреваете, что у вас какие-то есть воспалительные процессы вируса, на яйцах выращивают вакцины на куриных, так что яйца надо тоже убрать, потому что они кормят ваши вирусы, вы никогда их не поборете, эти все воспалительные процессы. Если есть в организме опухоли, если есть миомы, если есть фибромиомы, аденомы, кисты, это все паразитическая природа, тоже надо начинать с паразитов, я уже делала видео недавно, можете посмотреть из своего опыта, я это практикую, сама все делаю. Так что такая информация, в комментах, если что, делимся тоже своими результатами все, это очень полезно, я сама подчерпываю от своих зрителей, от своих подписчиков тоже очень много всего, я открыта для общения. Еще у меня здесь витекс, я сейчас начала пить витекс опять, потому что как-то я было дело перепугалась, что витекс нельзя пить, там пишут, что нельзя, а то там то будет, все будет. Но все-таки я нашла информацию про витекс, что он очень хорошо тоже работает, и кстати, в этой схеме против всевозможных опухолей, миом, там вот этих спаек, витекс тоже есть, его надо пить, рекомендуется, одна капсула, дважды в день, две капсулы, а вообще надо пить или четыре. Ну я взяла витекс вот такой, он в дозировке 500 мг в одной капсуле, не 400, и я нашла очень хороший про него отзыв на ютюбе, на англоязычном, что он очень концентрированный, в отличие от других марок витекса, он очень хорошо действует. Витекс влияет на цикл, и все такое надо учитывать этот момент, пить его, наблюдать за своим организмом. Но этот витекс очень интересный, здесь вот такие капсулы с жидкостью, то есть он жидкий, он дороже идет, чем обычный витекс, витекс сам по себе не сильно дорогой, но вот этот дороже идет, и он, как я так поняла, хорошо концентрированный, поэтому в принципе я его, если две капсулы буду пить, то, ну не четыре капсулы, будет хороший эффект, и не будет передозировки. Вот капсулы, вот такие какие-то, они тоже с каким-то покрытием, таким, что они не растворяются от какого-то масла внутри, видно, вот это масло маслянистое, что там внутри. Интересные такие, таких еще капсул никогда не встречала. Какие-то масла я, конечно, заказывала вот с такими капсулами тоже, масло орегано, по-моему, это заказывала было. Ну, витекс, он для нормализации цикла, он помогает при обильных месячных, тоже должен помочь, у кого-то он сбивает цикл, у кого-то продлевает, у кого-то окорачивает. Это надо все индивидуально подбирать себе дозировку, но отказываться от этого чудо-препарата тоже нельзя. Это женская трава, которая, она имеет растительные здесь капсулы, получается, жидкие фитокапсулы с растительными ингредиентами. Рекомендуется принимать две капсулы в день, утром, да, витекс принимается утром, как и ДИМ, Индол-3-карбинол, тоже желательно принимать утром, они лучше как бы усваиваются там, из-за процесса в организме. Ну, если не получилось принять утром, конечно, можете и не утром принять, но вот лучшее действие вот так. Ну, по витексу я никому не рекомендую, советуйтесь со своими врачами, я просто уже его когда-то пропивала, у меня был результат, я не поняла с чем, но я связывала, что все-таки у меня был хороший результат от витекса. Потом я его перепугалась, бросила пить, как и все, тоже зашуга на этот отзыв какой-то, прочитаю, что еще что-то. Ну, вот это Гая Херпс, я нашла на нее очень хороший отзыв, англоязычная женщина, делится со своими результатами очень хорошими, нормализовался цикл у нее. Витекс еще рекомендует от фибромиом, миом, всевозможных опухолей и кровотечений. Вот, еще, конечно, если эстрогены повышенные, которые вызывают эти кровотечения, надо индол, трикарбинол или дим добавить. Вот, ну, смотрите на свой организм, я никому ничего не рекомендую, я просто рассказываю, что я принимаю. Ну, вот такой у меня был обзор, вроде как мало всего, но много наговорила. Спасибо за внимание, спасибо, что смотрите мои видео, спасибо, что подписываетесь на канал. Спасибо, что используете мой купон на скидку на сайте iHerb. Сейчас для новых покупателей 11 долларов, при регулярном использовании он дает скидку на дочерние бренды. 10% скидки. Ну, и вообще, спасибо, что вы его используете и поддерживаете мой канал. Мне очень приятно. Новым покупателям он сейчас дает 11 долларов скидки. Спасибо за внимание, всем здоровья, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok